добрый день дорогие друзья я вас всех приветствую на своем канале ну потихоньку и возвращаясь к своему обычному формату своих видео после тех эмоциональных видео которые были до этого и сегодня мы хотели съездить центр потому что там должен был состояться митинг но этот митинг реческая дума не разрешила его запретили ну вот и поэтому на митинг может конечно не пойдем но так как по пану нас был центр мы хотели просто сесть погулять поснимать потому мы решили все но что мы поедем и просто поедем погуляем мы зайдем в ледо там над зерновой следу которыми очень нравится мы зайдем туда покушаем и очень хочу съездить на ту улицу где когда-то я жила где дворец спорта я вам про него рассказывала хочу вам показать свой дом где жила а также хочу показать вам дворец спорта и что от него осталось ну дворец спорта это уже не дворец спорта его нет его снесли просто что от него осталось. И сейчас немножко вам хочу рассказать про наши последние латвийские новости. Первая новость о том, что у нас со следующей недели заплакируют в соцсети Одноклассники и ВКонтакте. Доступ к ним у нас уже не будет. Но все российские соцсети у нас блокируют. Вот сейчас пришла очередь Одноклассников и ВКонтакте. Также еще новость того, что будут сносить памятник, которому возлагали мы цветы. И как сказали полицейские, если вдруг по какой-то причине его не снесут, больше нам не разрешат в следующие годы подходить к нему и возлагать цветы к этому памятнику. Что больше такого не будет. В общем, нам больше не разрешат приходить к этому памятнику. Это тоже одна из последних новостей. Также в соцсетях я увидела призывы латышей. Латыши, ребята, да. Они призывали и на русском, и на латышском языке, чтобы прекратить это все безобразие. Ну, не то, что там по поводу памятника. У латышей своя боль. У латышей своя претензия к власти. Чтобы все шли на выборы, потому что так больше жить нельзя. Все, что творится, власти не выполняют свои обещания. И все это, в этом виноваты мы, то, что выбираем такое правительство. И они призывают голосовать за оппозицию, за оппозиционные партии. И вы знаете, мой муж там тоже в прошлом году он не ходил, не голосовал. Потому что многие такие, как мой муж. Мой муж каждый год вообще голосует. Каждый год. В прошлом году он тоже не пошел, потому что, а смысл? А теперь мы поняли. Знаете, что, друзья, надо идти голосовать. Надо. Голосуйте сейчас за оппозиционные партии. Как сказала эта женщина-латышка, я повторяю ее слова. И я с ней полностью согласна. Ну, и также я понимаю, что проголосав за оппозиционные партии, тоже ничего не изменится. Потому что все они действуют по приказу других людей. Особо ничего не изменится. У нас появится хотя бы хоть маленькая какая-то надежда. Но может быть, хоть что-то изменится. Хватит видеть одни эти лица у власти. Я тоже согласна, что надо всем идти и голосовать. Голосуйте за ту партию, которая все-таки будет ближе вам. Но надо идти голосовать. Хватит быть диванными критиками. Все мы сидим на диване, все мы критикуем. Но мы уже эту власть выбираем. Правильно говорят люди? Вы же эту власть выбираете. Поэтому, друзья, у кого есть право голоса, идите все голосуйте. Хватит сидеть на диване. Потому что в прошлом году, в прошлые выборы проголосовали только 40%. Была очень низкая явка. Потому что все разочаровались в выборах. Уже никто этим выборам не верит. Все равно идите и голосуйте. Зато вы будете честно сами перед собой, что все-таки вы свой голос отдали. Я полностью согласна с этой женщиной, которая говорила, что надо всем идти голосовать. Идите, друзья, голосуйте. Надо что-то менять, потому что это уже, знаете, переходит в все рамки. Да, хочу сказать по поводу того видео, которое я выпустила, эмоциональное, которое было. Там столько комментов. Я уже вас за них благодарила. скажу так, что ни один комментарий я не удаляла. Я давала всем высказаться. Ни один. И даже YouTube очень мало комментариев удалил. Я не знаю, может быть, это сами авторы удаляли комментарии. Потому что иногда нажимаешь «Комментарий удален». Я не знаю, кто удалял. Или сам автор комментариев, или YouTube. Я не могу сказать. Много комментариев попадало в блог. В блог, ну как, на рассмотрение. Я заходила, которые вам не видно, комментарии, но видно мне. Они стояли на блоке и я там должна была их одобрить. Я одобрила все комментарии, которые писали. Пишут комментарии до сих пор. Я все равно захожу, проверяю там в блоге и я одобряю все. Я ни один комментарий не удаляю там, но и ни на один не отвечаю. Потому что, друзья, там... Сначала я, значит, когда я так выпустила видео, я же не знала, что он получит столько просмотров. Я всем ставила там лайки, сердечки, всем. Даже кто со мной не согласен, писал совсем отрицательное. Я тоже ставила сердечки. Я этим обозначала, что комментарий прочитан. Потом я перестала ставить лайки, сердечки, потому что я поняла, что их уже становится слишком много. Но скажу вам так, каждый комментарий мной прочитан. Каждый. И будет и дальше прочитан. Все, что пишут, все будет прочитано. Но я вот... Стоит мне час или полчаса не зайти в комментарии, и у меня опять куча. Я их все равно потом все просматриваю и все прочитываю. Там уже больше трех тысяч комментариев и все они мною прочитаны. И которые будут еще сейчас пишут. Сейчас я вот с вами общаюсь, и я уже по часам вижу, что пишут, 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 потому что у меня сегодня приходят на часы оповещения. Постоянно у меня часы загораются. Ну вот, они все прочитаны. Каждый комментарий, ни один комментарий, нет ни одного комментария, который бы я не прочитала. Поэтому имейте в виду, что я все ваши комментарии читаю, что вы не впустую их пишете, они все прочитаны. И всем вам большое, еще раз хочу сказать, большое спасибо за поддержку. Еще я хочу, вы знаете, вот до чего довели народ, да, я хочу еще вот высказаться, поблагодарить директора школы. Я не буду называть номер школы, я не буду называть фамилию директора, потому что я не спрашивала, могу ли я это сделать, могу ли я назвать ее имя. Поэтому без согласия никого ничего не называю. Директор одной школы, она всегда в этот день возлагала цветы, ходила на кладбище. Она никогда к памятнику не ходила, она просто ходила на кладбище. Ну вот, и когда она увидела, когда ночью, 10 мая, трактор убрали все цветы, 10 числа она купила цветы и пошла к памятнику и возложила эти цветы. Директор школы, она не побоялась этого сделать. Даже такие люди, как учителя-директора, они же, понимаете, эти люди вообще молчат, они боятся лишнего слова сказать, потому что они находятся на такой профессии. Даже она не выдержала, директор, понимаете, и пошла возложила цветы. Я хочу ее поблагодарить, и я думаю, многие от моего лица хотят поблагодарить директор этой школы. Спасибо вам большое, что вы не остались равнодушны к сносу, вот именно всех. Почему всех зацепила? Всех зацепило то, что трактор ночью собрал все эти цветы. Всех именно это зацепило, понимаете, очень многих, в том числе и меня. Ну и вот, и теперь будут рассматривать этого директора, и я боюсь, как бы ее не уволили, потому что сказали, что будет проведена проверка по поводу нее. Дальше еще говорят, вот потому что вы молчите, поэтому такое все происходит. Наверное, да, вы правы, но дело в том, что, ну, говорить мы тоже много не можем. Многие люди, понимаете, боятся штрафов, потому что они живут от зарплаты до зарплаты, им нечем платить штрафы, понимаете, поэтому многие люди боятся. Мы же тоже не можем все говорить, что мы хотим сказать, поэтому уж извините, да, мы молчим, но даже те уже, кто молчат, уже стали говорить, в том числе и я. Но все равно мы стараемся соблюдать законы. Вы знаете, что мы всего лишь простые люди. Знаете, мне еще поразил один комментарий. На 9 мая одна женщина пришла с портретом своего деда к памятнику. Ее полиция забрала, насильственным образом засунула в бус, короче, и как потом по информации стало известно, вроде ей выписали штраф в 350 евро. И в комментариях один мужчина, по-моему, мужчина написал, знаете, я особо на Ники не смотрю, когда я читала столько комментариев, я только читаю комментарии, особо на Ники не смотрю, но по-моему, мужчина там написал, как бы мне найти ту женщину и связаться с ней. Я хочу ей помочь и хочу за нее оплатить ее штраф. Представляете? Спасибо большое вот этому человеку, скажу так, комментатору этому, потому что я не уверена, что это мужчина, по-моему, был мужчина. Спасибо вам большое за этот комментарий. Я не знаю, нашли вы эту женщину, не нашли, но даже спасибо за ваш порыв, за то, что вы хотели заплатить за нее штраф. Это мне очень приятно было, вот читать такой комментарий. Так же еще хочу сказать про маски. С 15 мая в общественном транспорте можно уже не надевать маску. В общем, можем дышать, ребята, спокойно. Кто едет в транспорте, в общем, маски больше не надеваем, дышим, свободно. Ну, на этом пока все новости. Друзья, ну, как мы гуляем по центру, я вам уже покажу в следующем видео, потому что этот ролик и так уже, смотрю, потянул на 10 минут. Если сюда еще вставлю и центр, это будет очень длинное видео и все-таки лучше здесь новости, там центр так будет даже поинтереснее. Ну, и все, кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Я с вами прощаюсь и с вами, как всегда, в следующем выпуске. И прощаюсь с вами ненадолго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok